В этом видео мы рассмотрим первый исторический период каменного века — Палеолит. По-гречески — Палаиос, древний литос камень, древнекаменный век. И я предлагаю более подробно рассмотреть период Палеолита с 250 тысяч лет до примерно 12 тысяч лет до нашей эры. Я не случайно предложила вам именно этот промежуток времени, потому что около 200 тысяч лет назад в это время уже появились Homo sapiens в Африке, а 12 тысяч лет назад началась неолитическая революция, то есть переход человеческих общин от примитивных охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. Но об этом мы более подробно поговорим в других видео. Сейчас нас интересует древнекаменный век. В это время никто не выращивает урожай, нет домашних животных. Но есть люди, которые живут, размножаются и расселяются. Также примерно в это время люди повсеместно стали пользоваться орудиями труда. Вот у нас здесь осколок камня, размером примерно 10-15 сантиметров или около того. Это называется рубило или ручной топор. Это осколок вулканической породы, кусок базальта. Для вас это просто обломок камня. Но на самом деле взгляните вот на эти вмятины по краям. Это делали для того, чтобы получился острый край. И это был своего рода универсальный инструмент, с помощью которого охотились, снимали шкуру с животного, а также использовали в земледелии, например, как лопату, или использовали этот инструмент для приготовления пищи. И тут возникает вопрос. А что же ели первобытные люди? Большую часть палеолита люди собирали дикорастущие плоды. Кроме того, охотились на диких зверей. Первые свидетельства выращивания зерновых нашли в Северной Африке примерно 16 тысяч лет назад. И опять же, говоря о первобытных временах, мы называем крайне примерные даты. Давайте теперь рассмотрим, как выглядело общество в этот период времени. В основном это были небольшие группы от 20 до 50 человек, которые в основном кочевали. Напомню, никакого сельского хозяйства тогда не было, как и не было домашних животных. Питались тем, что есть. Поэтому первобытные люди были вынуждены кочевать, чтобы воспользоваться ресурсами, доступными в данный момент времени в данном конкретном месте. Несмотря на то, что люди организовывали себе примитивные хижины, шалаши, прятались в пещерах, но постоянного места жительства у них не было. Один из интересных примеров примитивного жилья – это жилища в Сибири, сделанные из костей мамонта. Бивни и ребра образовывали каркас для крыши. И, возможно, мы точно не знаем, их накрывали шкурами, чтобы укрыться от дождя. К сожалению, с того времени осталось очень мало животных или растительных материалов, чтобы подтвердить наши предположения. Остались кости, остались камни. Но дерево, шкуры, растения – все со временем разложилось. Вообще, эпоха палеолита – это самый долгий период в истории всего человечества. И по маленьким находкам в виде каменных изделий ученые пытаются понять, что происходило и как менялась жизнь первобытных людей. Например, со временем в орудиях труда прослеживается тенденция к миниатюризации. Это означает, что инструменты стали предназначаться для конкретной работы. Вначале ручной топор был универсальным инструментом. С его помощью делали практически все. Но позднее инструменты стали делать меньшее в размере и разделять по задачам. Вот здесь у нас, например, наконечник копья, который можно закрепить на кости неким растительным материалом. И у нас уже получается сложный составной инструмент. Такие находки, такие обработанные камни называются микролитами. Если разложить это слово на части, то получится микро, что означает очень маленький. И литос, опять же, камень. Итак, появились небольшие камни, микролиты. Благодаря этому люди теперь могут… Хотя я прервусь и скажу, что микролиты появились, опять же, даты не очень точные, где-то 25-35 тысяч лет назад. И вот у нас есть маленький острый камень на конце, например, палки. И это уже копье, которое можно бросить в зверя. Пропала необходимость подходить к нему близко, чтобы его убить. То есть миниатюризация инструментов обезопасила охоту, дичи стало больше, и это означает, что теперь можно накормить больше людей. Также примерно 16 тысяч лет назад люди стали собирать дикорастущие злаки. Это пока не целенаправленное выращивание. Это сбор диких злаков, и для этих целей стали появляться примитивные каменные серпы. Стебли срезали, чтобы потом собрать зерна. А дальше зерна нужно очистить от шелухи. И для этого использовали пестик и ступку. Мы, в общем-то, этим пользуемся до сих пор. Но в эпоху палеолита в качестве ступки был большой валун, а пестиком – маленький длинный камень, которым и растирали зерна. Так первобытные люди очищали зерна от шелухи. Вы можете спросить, как же об этом узнали ученые. В 1989 году в гроте Паличчи, Южная Италия, ученые обнаружили распределение крахмала на поверхности орудия, которое использовалось как пестик. А как известно, главными источниками крахмала в мире являются зерновые культуры. И таким образом, в какой-то момент времени люди начали заниматься земледелием. Конечно же, этот процесс занял не одну тысячу лет, но в итоге появилось земледелие. А это, в свою очередь, стало основой оседлого образа жизни. И первобытные люди стали возводить постройки рядом с местом, где собирали урожай или держали животных. Но стоит отметить, что и до того, как появилось земледелие, некоторые племена того времени стали возводить некие постройки. Например, на территории современной Турции есть место, которое называется Гюбикли-Тепе. Здесь находятся развалины одного из крупнейших мегалитических сооружений, которое было возведено людьми-кочевниками, не занимавшимися земледелием. Этот комплекс был построен около 12 тысяч лет назад, но его обнаружили только в середине 90-х годов. До этого открытия историки, изучающие первобытные времена, были уверены, что возведение памятников и вообще крупных построек свойственно исключительно сообществам, которые освоили земледелие. И у вас может возникнуть вопрос. Откуда ученые узнали, что это сооружение было построено людьми-кочевниками, которые не занимались земледелием? Ответ очень прост. Вокруг постройки не смогли найти ни одного признака земледелия или постоянного лагеря. Только признаки временной стоянки, типичной для кочевых групп. А также были найдены кости животных, явно убитых и съеденных. Причем все эти животные были дикими. Археологи не смогли точно определить предназначение этой постройки. Предполагается, что ее использовали для неких обрядов и ритуалов. Но уверенно сказать нельзя, поскольку никаких письменных свидетельств не осталось. На месте раскопок нашли несколько сотен известняковых столбов, расставленных по кругу. На многих из них высечены рисунки животных. Но точно сказать, почему были изображены на них именно животные, мы не можем. Подводя итоги, можно сказать, что появление земледелия стало важнейшим событием, без которого дальнейшее развитие человеческого общества было бы попросту невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok